Музыка Москва Столица Союза Советских Социалистических Республик Любимый и священный город советского народа Сердце Матери Родины Древняя наша святыня Москва Город, история которого тесно связана с историей народа С историей всей страны Там, где красуется сейчас Московский Кремль Восемь столетий тому назад Возникло небольшое русское поселение Его обнесли деревянной стеной Городом И положили основание новой крепости Прозванной Москва-Град Первое упоминание о Москве Относится к 1147 году «Приди ко мне, братья в Москву» Так, по словам летописца Приглашал к себе князь Юрий Долгорукий Князя Святослава Новгород-Северского Новый город возник в центре русских княжеств И на пересечении речных путей По Оке и по Москва-реке По Истре, Ламе, Шоше и Верхней Волге Шла водная дорога с Хлебного Юга В Великой Новгород Через Москву, Посходне, Яузе И дальше по Клязьме Пролегал торговый путь на Владимир Крепостные укрепления и дремучие леса Облегчали Москве борьбу с врагами Все способствовало тому, чтобы новый город Рос укреплял свои силы и влияние И увеличивал свое значение среди других городов Древней Руси Москва богатела, крепла И постепенно собирала под свою сильную руку Раздробленную на мелкие удельные княжества Русскую землю Москва становится стольным городом Великого княжества Первый великий князь Московской Иван Калита В 1339 году воздвиг вокруг Москвы Новые высокие крепостные стены Из дубовых бревен Внук Калиты, князь Дмитрий Тонской В 1367 году заменил деревянные стены Кремля Белокаменными А крепший, объединившийся вокруг Москвы Руси Стало легче противостоять внешним врагам И в 1480 году при Иване Третьем Москва освобождает Русь от продолжавшегося почти 250 лет Татаро-монгольского ига Теперь Москва столица свободной и независимой Руси Центр огромного сложившегося национального государства Первый русский царь Иван Третий Построил новый грозный и величественный Кремль Стены которого сохранились до сих пор Сохранился до нашего времени и этот исторический памятник Великих ратных подвигов русских людей В ознаменовании победы Москвы над Казанским и Астраханским ханствами По указу царя Ивана Грозного Был построен в 1556 году храм Василия Блаженного Этот храм памятник и в наши дни стоит на Красной площади Вот старинный план Москвы У Кремлевской стены расположена небольшая площадь торгового посада Площадь была названа Красной площадью, а торговый посад Китай-городом Кремль и Китай-город окружили стены Белого города За этим кольцом появилось кольцо земляного города Так век за веком складывался радиально-кольцевой план Москвы В основном сохранившийся и до наших дней Из столетия в столетие Сердце Москвы, Красная площадь Была свидетельницей борьбы русского народа За честь и независимость Родины Здесь в 1612 году народное ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского Освобождая Москву от чужеземных захватчиков Изгоняло из Кремля польских панов Здесь в 1812 году В грозные дни Отечественной войны с Наполеоном Дым-пожарищ расстилался над Красной площадью И в разбушевавшемся океане огня Неприступным, несокрушимым утесом высился Кремль До половины 19 века Москва была дворянским городом С развитием капитализма в России Хозяями Москвы становятся купец и промышленник Они вытесняют обедневших дворян из особняков Они строят многоэтажные доходные дома Они дворянскую Москву превращают в купеческую В крупный торгово-промышленный центр царской России Являющие собой разительные контрасты капиталистического города Вот так выглядел в купеческой Москве центр города Красная площадь Купцы, толстосумы и рыночные торгаши Устроили здесь огромный базар Хозяева города, царские сановники и именитые купечества Любили в праздничные дни совершать по Кремлю и Красной площади Прогулки в своих экипажах А за центральными кварталами богачей Тянулись глухие и унылые заводские окраины Убогие дымящиеся фабрички Нищенские лачуги, в которых во мраке В грязи, в эпидемиях Жил рабочий люд Но на заводских окраинах купеческой Москвы Стремительно, под прямым влиянием Ленина Развивалось революционное движение рабочих И росла, крепла Становилась грозной боевой силой Славная организация московских большевиков И в Москве, в знаменитом декабрьском вооруженном восстании Достиг своего апогея Революционный шквал 1905 года Это следы уличных боев В героическом 1917 году В октябре 1917 года Под руководством большевиков Московские пролетарии пошли в последний Решительный бой на штурм старого мира Утверждая власть Советов Открывая новую эру в истории человечества 11 марта 1918 года Советское правительство Во главе с Лениным и Сталином Переехало в Москву Немедленно поднимите над Кремлем Красное Знамя Отдал распоряжение Владимир Ильич И с того памятного дня Москва стала столицей Первой и единственной в мире Республики Советов Москва, Кремль Эти два слова стали рядом Стали полны величайшего Всемирно-исторического значения Отсюда из Москвы По всей стране Неслись огненные слова Ильича Воодушевлявшие миллионы людей На беспримерные героические дела Здесь, в Москве В этой скромной комнате Работал величайший гений революции Владимир Ильич 12 декабря 1922 года Было последним днем работы Владимира Ильича В своем кремлевском кабинете Ленин тяжело заболел На партию На народ На страну Обрушилось великое горе В морозный январский день 1924 года Вместе со всей страной Москва прощалась С Лениным В незабываемый в ее истории день Наполненная глубочайшей скорбью Провожала Москва того Кто всю свою прекрасную жизнь Отдал делу рабочего класса В борьбе за светлое будущее человечества Стал мавзолей твой Сердцем земли Волны народов к нему потекли Потоком бескрайным, как годы Не умер ты Не в гробу лежишь Ты каждый день живешь Говоришь с родным своим народом Моя мая 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 Москва, как в зеркале, отражает победы и успехи социалистического преобразования нашей страны под гениальным руководством продолжателя дела Ленина, великого Сталина. За годы великих сталинских пятереток грандиозное индустриальное строительство совершенно изменило промышленный облик старой Москвы. Из Москвы с Ситцевой она превратилась в крупнейший центр тяжелой промышленности производства средств производства. Советская Москва стала городом мощной социалистической индустрии, городом металла, передового машиностроения, новых, не существовавших для революционной России производств, стала самым крупным промышленным центром Советского Союза. Сотни новых заводов и фабрик, почти столько же, сколько существовало в дореволюционное время, было построено в Москве за годы сталинских пятереток. Первый завод шарикоподшипников, гигант, не имеющий себе равных во всем мире, был построен за 12 месяцев на пустыре Свалки, на болотах бывшей Симоновой Слободы. На месте старых окраин Москвы уже выросли новые благоустроенные поселки. Созданный под непосредственным руководством товарища Сталина, генеральный план реконструкции Москвы поставил задачей превратить советскую столицу в самый благоустроенный, самый красивый город мира. Сохраняя основу исторически сложившегося города, его радиально-кольцевую систему улиц, новый план наметил коренную перепланировку Москвы. Первым этапом реализации генерального плана явилась реконструкция охотного ряда, снос его старых и постройка новых многоэтажных зданий. В советской столице развернулись гигантские строительные работы. Субтитры создавал DimaTorzok И уже сегодня явственно проступает облик Москвы недалекого будущего. Улицы расширены, выровнены и превращены в широкие асфальтированные магистрали, простором которых может позавидовать любая западноевропейская столица. А многие из старых московских улиц и площадей совершенно преобразились и стали неузнаваемыми. Из года в год с невероятной быстротой город менял свой облик и становился той новой Москвой, которая гением Сталина была предопределена в генеральном плане реконструкции. В невиданные сроки над реками Москвы были воздвигнуты 10 новых, великолепных, широких мостов. По инициативе товарища Сталина был построен канал Москва-Волга. Три моря, Балтийское, Белое и Каспийское, соединились в московском порту в одну великую водную дорогу. А с постройкой канала Волгодон, Москва будет портом пяти морей, еще Черного и Азовского. Волжская вода наполнила обмелевшую Москва-реку. И мимо древних стен московского Кремля теперь проходят многопалубные волжские теплоходы. На пустынном и голом берегу выросло прекрасное здание из гранита и мрамора – Химкинский речной вокзал. Теперь по-величайшему из речных каналов мира могучий пассажирский флот перевозит миллионы советских людей из Москвы до Ленинграда, до Архангельска, до Астрахани и Баку. Десятки тысяч жителей столицы заполняют созданные в Новой Москве благоустроенные водные станции. Новые спортивные стадионы приковывают в часы футбольных состязаний внимание сотен тысяч москвичей. В прекрасных парках культуры и отдыха любят проводить свой досуг миллионы трудящихся. Советская Москва может гордиться своими городскими парками. За годы сталинских пятилеток Москва уже получила тысячи вновь построенных домов. Генеральный план реконструкции Москвы весь пронизан замечательной заботой о человеке, заботой о благе населения. Волею большевиков, героическим трудом москвичей построен мраморный подземный город, метрополитен, с чудесными, вызывающими всеобщее восхищение дворцами. Воплощая в себе силу и мощь нашей страны, метрополитен олицетворяет всю грандиозность преобразования старой Москвы в новый социалистический город, в лучшую в мире столицу великого советского государства. Сталинская Москва стала мировым центром культуры. В Новой Москве небывалое развитие получило советское искусство, пользующееся во всем мире всеобщей известностью и признанием. Здесь построен новый, самый большой в стране концертный зал, который носит имя великого русского композитора, Петра Ильича Чайковского. В Москве лучшие, стяжавшие себе мировую славу, советские театры. Москва славится своими художественными музеями. Первое место среди них принадлежит знаменитой Третьяковской галереи. Это сокровищница произведений изобразительного искусства. Почти 33 тысячи картин, рисунков, скульптур составляет фонд этой всемирно известной галереи. Среди экспонатов галереи есть много знаменитых исторических картин о старой Москве и о русском прошлом. Новая Москва Новая Москва – город высокой культуры и сплошной грамотности. Только за последние годы здесь построено 380 школьных зданий. Все без исключения московские дети обучаются в школах. Москва стала подлинной всесоюзной кузницей кадров. В Московском государственном университете, носящем имя великого русского ученого Михаила Ломносова, учатся представители более 50 национальностей. В 85 высших учебных заведениях столицы учатся свыше 100 тысяч студентов. Это превышает число студентов целых стран, таких, например, как Англия. В многочисленных учебных заведениях учатся более миллиона человек. Социалистическая Москва стала крупнейшим центром науки. Здесь находится ее главный штаб – Всесоюзная академия наук. В Москве свыше 175 научно-исследовательских институтов. Здесь живет и работает свыше 15 тысяч научных работников. Академиков Профессоров Доцентов Гордостью Москвы и всей страны является библиотека имени Ленина. В ней хранится свыше 10 миллионов томов книг. Всегда живому, всегда вдохновляющему на борьбу за коммунизм родному Ленину создан величественный памятник. Это центральный музей Ленина. Школа, в которой сотни тысяч советских людей в живом образе Ленина, в славной истории большевизма, в замечательных документах борьбы и побед партии Ленина-Сталина получают громадную творческую зарядку для новых, блистательных успехов нашей социалистической Родины. В Москве издается созданная Лениным и Сталином большевистская правда, центральный орган коммунистической партии. Москва – мозг советской страны. В Москве живет и работает величайший мыслитель и гениальный стратег, учитель и отец народов, вождь нашей страны – Великой Сталин. Приятно и радостно иметь свою конституцию, простую в обладах нашей победы. Приятно и радостно знать, что бились наши люди и как они добились в целенной исторической победе. Приятно и радостно знать, что кровь, обильно пролитая нашими людьми, не прошла даром, а дала свои результаты. АПЛОДИСМЕНТЫ В Москве народы Советского Союза приняли созданную гением Сталина новую конституцию – конституцию победившего социализма. В главе 12-й в статье 145-й Сталинской Конституции сказано «Столицею Союза Советских Социалистических Республик является город Москва». Над Москвой, над священным для каждого советского человека городом нависла огромная непосредственная опасность. и мир увидел другой, суровый и прекрасный облик Москвы. Замирала внешняя жизнь гигантского города в часы воздушных тревог. Метро служило надежным бомбоубежищем для матерей и детей. Москва героически и умело оборонялась от воздушных налетов. Днем и ночью стояли на своих боевых постах москвичи, штатские люди различных профессий, ставшие бойцами противовоздушной обороны. Только небольшому числу немецких самолетов удавалось прорываться к городу. Бомбы падали на дома мирных жителей и над Москвой поднималось зарево пожаров, возникавших от вражеских зажигалок. Гитлеровские бандиты подожгли книжную палату. Разрушили театр имени Вахтангова. Повредили памятник великому русскому ученому Тимирязеву, уничтожили школу. Но больше ничем похвастать не могли. Заводы Москвы оставались целыми и продолжали непрерывно работать. невзирая на опасность, упорно и самоотверженно днем и ночью продолжали свой труд у станков и машин московские рабочие, чтобы защитники Москвы ни в чем не знали недостатка. Москва стала военным фронтовым городом. по улицам проходили войска, направляясь на близкий фронт, туда, где на подступах к Москве кипела ожесточенная борьба с дикими ордами фашистских захватчиков. Вместе с народами нашей Родины поднялась Москва на защиту своей вековой чести и славы, своей свободы и независимости. Сотни тысяч москвичей вышли на строительство оборонительных сооружений. Руками москвичей на улицах были построены баррикады, установлены противотанковые надолбы и заграждения из металлических ежей. В самый разгар жестокой смертельной битвы за Москву столица встречала великий советский праздник, годовщину Октябрьской социалистической революции. В эти грозные дни, когда решалась судьба Москвы, когда лютый и обнаглевший враг своим бронированным кулаком уже стучался в ворота города, по установившемуся в нашей стране обычаю, вечером 6 ноября точно в традиционный час в одном из подземных дворцов метро происходило торжественное заседание Московского совета. за полный разгром немецких захватчиков. за освобождение всех угнетенных народов в том числе подвигом гиперской тирамины. за здравствуй нерушимая дружба народов советского союза. нас здравствует наша красная армия нас здравствует наша славная родина. АПЛОДИСМЕНТЫ Наши дела правы победа будет за нами. АПЛОДИСМЕНТЫ Наши дела правы победа будет за нами. С этими вселявшими великую веру пророческими словами вождя с мыслями о Сталине о родине о Москве шли в зимние декабрьские дни 41-го года советские люди на бой какого не знал еще мир. Впервые тогда на глазах всего мира был уничтожен миф о непобедимости немецкой армии. Это сделала Красная Армия, это сделала Москва. Прошли годы после суровых дней подмосковных боев. За эти годы свершилось возмездие. Пленными прошли немцы по Москве. и даже следых грязных ног был смыт со священных улиц советской столицы. А москвичи пришли в Берлин и водрузили знамя нашей победы над германской столицей. москвы. Сбылось историческое пророчество сталинской Москвы. победа победа за нами. Победа за Москвой, за городом, великое имя которого выражает идеи и принципы народов нашей страны и всего прогрессивного, передового, свободолюбивого человечества. И вот пришел день, когда столица нашей родины Москва от имени родины чествовала героев, воинов нашей армии победительницы. Это был наш Великий Парад Победы. Это было в Москве на Красной площади 24 июня 1945 года. И Красная площадь вновь стала свидетельницей вековой немеркнущей славы нашего народа. Она увидела торжественный марш победителей. Она услышала тяжелую стальную посты прославившихся советских танков. Народной памяти не обмелеют такие дни. Останется в веках, как падали к подножью мавзолея германские знамена прах. И как стоял на мавзолее Сталин и маршалы прославленные с ним. Ровно через месяц Москва встречала своих родных сыновей, братьев, отцов, победителей, героев боев за Берлину. мавзолея праха, но с мавзолея в мавзолея мавзолея ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Долгий путь от Москвы до Берлина. Они вернулись со славой, с победой к родному своему очагу, в свою Москву. История никогда не забудет их славного подвига, как и подвига тех москвичей, которые в грозные дни обороны Москвы героически защищали свой город, нашу Москву, великой, священной и на веки веков советский город. Нашу Москву в сердце Родины. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ